день добрый предпраздничный день и светлым праздником пасха вот поэтому завтра я уже тут к мастерской даже близко не подойду а сегодня вот от скуки все-таки не смог удержаться у меня тут правда свет отключили до понедельника тут соседи выезжают и у них чтобы счетчик проверить как бы у меня заодно не выключили там выходные то есть как бы извините пожалуйста до понедельника вы будете без света поэтому я сейчас с удлинителем на который можно только вот легкий свет подключить как бы тут ничего такого не включать тем более станки вот я просто опять же поговорить поговорить о том о сём что да как ну что чего начать то давайте начнем с того ну что я примеру против это вот отверстие я сделал у всех заготовок центровал их надо будет там еще обтачивать разметку делать у меня кстати в комментариях под видео предыдущим был вопрос там чтобы я показал примеру предложение вернее чтобы я показал как и на гриндере делаю бритвы хочу вас разочаровать как говорится на гриндер есть многофункциональный но на нем я бритвы не делаю я на нем оттачиваю грубо вот это вот после гриндера потом сейчас еще торцы будут после гриндера по грязным там 40 номер если по российскому измерению судить то самая мелкая наждачка которая работает на гриндере все гриндером я больше не пользуюсь на чем я делаю бритвы я вообще решил не показывать просто решил не показывать я смотрел там вот тех же немцев посмотрел на кого я смотрел французов смотрел да они никто не показывают на чем они производят то что они показывают мельком это не вам ничего не показывать я подумал что я буду солидарен в этом смысле и тоже показывать не буду свои приспособы потому что они разрабатывались годами передавались по наследству усовершенствовались ну пускай все остальные делают на гриндерах а мы будем делать на правильных инструментах и станках это по бритовкам дальше Роман специально для тебя ну и может кому еще интересно моя бритовка это то чем я бреюсь уже фиг знает сколько времени она была браком, не помню что там было именно браком но брак был и он есть, просто я его сейчас не знаю, его искать надо по моему клинок уведенный то ли что ли не вспомню но вот так вот Роман твоя бритова выглядеть не будет спустя даже 3 года потому что на ней я испытал что можно и что даже нельзя испытать то есть у тебя она просто на ремешке катается и все ну может быть там когда-то иногда ради спортивного интереса тебе ее заточат все то есть она у тебя всегда будет такого состояния нового так, секунду уберу вот она у меня тугая конечно перетянутая но это нормально это хорошо то есть ну по форме в принципе немка я вот еще ее золотом покрывал эту немку ну в общем сколько времени я ей бреюсь мне после этого вообще любая немка даст как говорится ну в смысле бритвы форма классика видите как она точно крепко потому что я все камни на ней перепробовал не по одному разу она точится и точится точится и точится то есть я вообще решил протестировать думаю интересно я себе бумажку порежу там А4 лист после этого она будет брить она это прошла нет ну она бритвы бреет но жестко дерет пришлось заново опять перетачивать а перетачивать заново с нуля это опять выводить на кромку опять все стачивать и опять все переделывать в общем она постоянно в заточке вечной эта бритва хотя последние полгода примерно точно не будут утверждать прям она вообще не затачивалась потому что не на чем было тестировать и вот только сегодня я вот ее перетачил вон там еще на ней остались кстати вот так вот после ремешка вот так вот по ладошке это зачистка или по чистому ремню в общем вот так вот это у меня черный рог оправа к сожалению шайбы еще кстати вот эти вот наружные покажитесь шайбы покажитесь и опять он без камеры вообще расслабился с этими выходными принудителями во эти шайбы они еще со времен 60-х годов представляете сколько им лет на них бритвки собирали трудвачу у нас тут ну и в чем минус ну ладно там она тяжелая ладно она какая-то видите как ее повело видите куда острие попадает и чтобы ее закрыть нужно вот так вот оп вот так терплю это неудобство терплю потому что я вот для кого угодно сделаю новую оправку там то есть сделаю по лучшему классу сделаю в первую очередь но для себя любимого я ленюсь наверное другом никак не скажешь да для чего тут бритвка есть лежит это тоже показать имею заказали но заказчик не знаю надо ему не надо буду связываться просто как-то праздники я не хочу его тревожить а он сам не связывается в общем сейчас ее переточил полностью опять заново кромку вывел опять все провел все процедуры потому что она брила хреновенько ну как брила вот так волос прям вот я силком прям вот упирался чтобы она его хоть как-то откусила теперь все шикардос это из бюджетных там что-то ну как бюджетных это в разделе не бюджетный а в разделе Х12МФ это сталька какая-то 340 да 340 сталь порошковая многими любимая ну как заточить сложнее она какая-то вязкая не знаю как себя поведет в работе но она конечно закалена по максимуму может ничего так будет но вот пример вот ее я затачивал когда на камнях и вот свою затачивал на камнях вот какая разница то есть моя махом пускает суспензию это тоже пускает махом суспензию но это быстрее от нее чернота расходится но моя быстро доводится дамаска и залипает то есть как вы понимаете залипание это уже практически все и когда уже на залипание еще и протащите то есть это уже все финиш полный эта штука не хочет залипать вообще ну как она вроде где-то там вдалеке подлипает вроде думаешь ну вот сейчас залипнет вот сейчас залипнет нифигас не залипнет сколько юни 3 дальше вот у меня на данный момент два финишника это мой черный слайд я вам показывал о кстати сейчас покажу и вот эта накаянка которая сегодня ровнял такой вот старинный камушек видите там трещины все поэтому я его ровнял чтобы там вот это все выгладить сегодня мудрялся ну в общем раньше на нем тут издевались на нем вообще ножи доводили поэтому там нефиг было на нем что-то точить поэтому пришлось выровнять но это быстро произошло в общем-то там с переходами все правильно теперь все здорово но я тестировал уже вот этой бритве а вот на своей опять же тестировал опять ее стирал и пробовал то есть после этого камушка как она волосок там фигачит как после русского сланца уральского да в принципе одинаково в общем камни показывают себя одинаково но вот этот после выравнивания на каямы уже на порядок лучше стал шустрее шустрее он стал в этом смысле прямо крепко этот шлам уже оставляет прямо уже не как до этого было дальше ну фигово ну как ты опять напряжненько вроде рубит вроде как то не хочу ну ладно давай отрублю вот так вот что я сделал я сразу набор который недавно заготовил себе переделал я переделывал борт ну вот здесь вот у меня джинсы и мне пользуюсь вообще а здесь вот ремешок который с таким мелким мелким бархатом и вот он с пастой то есть на ремешок на борт это отпускаю на эту кожу сгои фигачу 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 вроде все блестит все красиво а волосок рубит неуверенно что же делать то думаю блин финишник опять на него возвращаюсь опять на этот борт нифигась в общем она у меня потерпела всякого разного но ой ничего не будет ехать с пятого этажа скидывай и что получается там ну все вроде бы да как говорится финиш заточки блин вроде бы остановись нет мне показалось мало я нашел откопал вот такую фиговину старинную я как-то ее тоже на видео показывал этот бук ну просто он там под руками раньше был это кусок ремня не помню уже он был гладкий да он был гладкий он не бархат был я что с ним раньше делал то есть как получилось я на нем наносил розовую пасту которая намного шустрее но и крупнее в то же время чем гои эту пасту на этой пасте в общем катаю бритовка получается драненькая там заточка и потом даже на гои ее никак не выведешь то есть бритову убиваешь так что если вы там вдруг задумаетесь когда-нибудь на розовой пасте поправить бритву не нужно это делать как я вышел из ситуации еще в те старые времена и сегодня мне вот этот ремешок помог я на нем дотаскал потом уже перешел вот на тот с пастой гои и бритовка просто начала просто чуть касаешься еле-еле прям вот не нажимаешь уже ничего просто легкое касание под весом волоса отлетает сразу а? заточка да? как это получилось? то есть вот эту розовую пасту я нагревал горелкой газовой такой обычной маленькой ручной и разглаживал сверлом то есть телом сверла вот эту всю фиговую разглаживал то опять грел разглаживал пока она не стала прямо такая вот глянцевая и после этого она стала как-то мелкой такой прямо как-то особо мелкой не как вот она паста изначально розовая фигачит но одновременно шустрой максимально шустрой и вот на ней когда я выпил бритвку и потом уже опустил давайте еще раз покажу вот на такую вот кожу шишавую с пастой вот она гуляет хорошо она сопротивление хорошего очень имеет когда бритву наскаешь прям так туго идет прям тяжело все теперь моя бритвка супер пупер заточена прям вообще пипец полный я вот уже много раз уже тестирую вот и сланец русский и сланец японский и не могу понять как люди вообще бреются сразу после финишника 15 плюс по гридности если о 15 тысяч плюс в смысле это как как то есть для меня это тупая бритва вообще тупая дичь конечно но может я где-то что-то не дополнил я еще как будто пытаюсь познать эту штуку блин но сразу на ремень после этого бритва не рабочая она просто бреет она просто тупо бреет о как хорошо сказал а чтобы она прям реально была прям острючая вот без этой фиговики не получилось как бы я тут не вертелся не крутился вот то есть такие вот у меня выводы такие вот у меня новости новостями особо не назовешь но все же да вот с этой штукой с клеймом я чувствую что она мне конечно полюбит вот это клеймо прям реально полюбит потому что мою сталь сверла не хочет брать то есть это вот та же самая дамазская сталь 2600 слоев этот кусок дамазской стали просто он не протравлен но вот такие отверстия было просверлить очень трудоемко погибло при этом 7 сверл то есть они перетачивались опять заново сверлились перетачивались сверлились и в итоге сверлы просто кончились на переточке одно сломалось кстати из них пополам но тоже потом перетачивалось и опять кончилось но я все равно пока не отказываюсь от этой темы буду продолжать ну что еще сказать по поводу заточки у меня на складе все бритвы заточены часто очень часто спрашивают особенно перед заказом как сделать заказ мол бритва готова используем заточены заточены все кроме клинков которые отдельно без рук без рук эти как правильно сказать меня не понимают когда я говорю о правах ну я наверное все-таки лучше скажу о правах это правильное вот то есть которые в оправе те все заточены но к примеру вот эта тоже была заточена но заточка брила бы но оставляла желать лучшего то есть комфортов бритья бы нет нет и так вот как-то как угадаешь то есть вот пример десяток бреет одиннадцатый будет брить фиговенько прям реально я почему ее взял то потому что если человек ее все-таки заберет чтобы он уже получил не вот там который так себе кое-как а прям сразу в комфортное бритье но весь склад переточить я просто физически не могу это мне нужно прям он говорит реально год ходить в мастерскую и точить это реально прям та еще и ко мне прикупить потому что они все сотрутся вот я как бы вот так вот когда из примера у меня есть такое время момент и бритовка вроде желает еще то есть быть поострее то есть возможность такая имеется то я это делаю поэтому ну я просто хочу реально чтобы человек возрадовался когда начал пользоваться инструментом сделанным мной все в принципе я вроде так все рассказал то что вот прямо вот сейчас делается что происходит кто меня спросил я знаю где в руку не берется вот такими блоками у меня это изу-8 стали заготовлены и у меня их таких вот целая большая полка завалена вот это я просто отвечаю это мне на электронку пришел такой вопрос сегодня вроде новости все поэтому хочу вас поздравить со светлым праздником Пасхи не важно кто верующий не верующий должно быть просто на душе какая-то радость какая-то легкость на душе именно ну и до следующих встреч как говорится мне все равно до понедельника тут не дадут работать нифига товарищи электрики ну что у них тоже работа такая и поэтому я только где-то примерно или в понедельник во второй половине дня хоть что-то там сдвину с места или уже только до вторника поэтому у меня мощные выходные я конечно в шоке я не привык столько гулять но судьба такая что уж на этом все спасибо за внимание спасибо всем кто со мной увидимся